Так, мы с вами рассмотрели, начали рассматривать состав первичной нефти. Есть две точки зрения на состав первичной нефти. Надеюсь, вы запомнили, что такое первичная нефть. Это нефть, которая аккумулируется в залежи, приходит и мигрирует туда, вторичная миграция. И если изменяются условия залежи, то она может изменяться. И вот как изменяется в зоне гипергенеза и зоне катогенеза, мы с вами будем рассматривать. А сейчас мы с вами немножко вспомним про первичную нефть. Мы на этом слайде остановились. Помните, кто был в прошлый раз, помните, что две точки зрения, что первичная нефть, как вот здесь сказано, она образуется из... Что первичная нефть имеет нафтеновый или метано-нафтеновый состав, да? Или вот тут, как сказано, еще, может быть, там и ароматики немного будет. Но в основном это либо нафтеновый состав, углеводородный состав нефти, да? Либо это метано-нафтеновый. И уже потом в процессе погружения этой залежи формируется нефть разного состава. Значит, если глубоко опускается и воздействует высокие температуры, то образуется метановая нефть или нафтенометановая. Это одна точка зрения. И вот здесь перечислены те исследователи, иностранные, российские исследователи, которые эту точку зрения поддерживали. Ну и основателем, отечественным основоположником первичности тяжелых мальтоподобных нафтеновых нефтей является Добрянский. И его исследование, вот эту теорию первичности тяжелых мальтоподобных нефтей подтверждал с химической точки зрения, используя экспериментальные данные и описывая это реакциями, в процессе которых эти тяжелые нефти превращаются в разные нефти разного состава. Ну и основными процессами, основными факторами являются катагенетические. Мы с вами говорили, что катагенетические факторы — это температура, термолиз-процесс, либо термокатализ. И давление особую роль не оказывает на процессы, происходящие под воздействием высоких температур. Ну и, конечно, разные вот эти температуры, они по-разному определяют соотношение углеводородных разного класса. Ну, первое, значит, что это, что первичные, первичный состав нефти — это тяжелые нафтеновые или метаннофтеновые, ну и ароматика нафтеновые. Вторая точка зрения — противоположная. И здесь перечислены другие авторы, которые придерживались другой точки зрения. И здесь вот Карцев, он как раз работал в Губкинском институте. В свое время, когда я училась, он был оппонентом моей кандидатской диссертации, Карцев. Петров Александр Александрович тоже геохимик, он работал в Эдерге. Ну, Николай Брониславович Васильевич, я уже много раз вам говорила, что это бывшие заведующие нашей кафедры, ну и другие исследователи, они придерживались другой точки зрения, что первичная нефть, она имеет метановый или нафтенометановый состав, то есть преобладают алкановые углеводороды, да, метанового класса. Ну, конечно, а вот эти циклические углеводороды, как нафтеновые, так ароматики, ароматические, они образуются в зоне гипергенеза, то есть в зоне, где у нас в основном окислительные процессы изменяют состав нефти. Ну, окислительные процессы могут, с одной стороны, быть химические либо биохимические, которые по процессам аналогичны, и исходный результат этого биохимического окисления, он тоже похож на химическое окисление. Ну, они, значит, придерживались с точки зрения, что если метановые нефти попадают в зону гипергенеза, то они превращаются, переходят в класс нафтеновых или метана нафтеновых нефтей, а если с глубиной идет погружение и увеличение температуры, то они не отвергали, что происходит некоторая метанизация, то есть количество алканов углеводородов нефти должна увеличиться. Значит, вот две такие точки зрения. И тоже здесь было подтверждение, вот Александр Александрович Петров, химик, он подтверждал это на примере различных реакций. Ну и Николай Брониславович Розаевич и вот его работа, по-моему, так называется типизация нефтей 1953 года, он определил, что ведущим фактором в образовании нефти из рассеянного органического вещества является катагенез. Ну, а какие факторы в катагенезе мы уже сегодня говорили? Это температура и, ну, такое давление тоже в какой-то степени определяют, но она не ведущая этот фактор. Ведущий фактор это температура. Но изменение самой нефти может происходить как под влиянием увеличивающихся температур. Мы с вами говорили, что главная зона нефтеобразования температура 60-180. Если эти нефти попадают в температуру более высокую, 200, может быть, даже больше, то идёт метанизация. А если эти нефти попадают в зону гипергенеза, где идут окислительные процессы, то, значит, они преобразуются уже в нафтеновые и метано-нафтеновые нефти. Кроме, вот, ну, обратите внимание, какая там датировка этих взглядов, да, это где-то до семидесятых годов, восьмидесятых годов прошлого века. Ну, вот, наша исследователь Баженова Ольга Константиновна, она в своей докторской диссертации доказала, что есть ещё нефти, и по составу они тоже с преобладанием нафтенов, углеводородов, но это должно быть особенное по составу органическое вещество, исходное. И они образуются, как, значит, она доказывала, до, в условиях, до главной фазы нефтеобразования, то есть до 60 градусов уже начинается образование вот этих углеводородов. Но состав исходного вещества, вот как здесь написано, что один, значит, органическое вещество, которое накапливается в биогенных силицитах, да, силициты, это какие породы по составу? Поменаете, Лёнь? Кремнистые. Кремнистые, да, силициты, то и они содержат, вот как здесь сказано, бактериально-фитогенное вещество органическое, и такие силициты есть на Камчатке, там, правда, небольшие нефтегазоносные воссы, но всё-таки там нефтематеринские толщи есть, и на Сахалине. И вторая, вторая группа нефтей, органическое вещество нефтегазоматеринских пород должно содержать органическое вещество, которое обогащено резинитом и экзинитом. Надеюсь, что понимаете, это уже остатки высшей растительности, да, в какой-то степени. Ну и также Ольга Константиновна отмечала, что в этих нефтях, которые она назвала незрелой нефтью, хотя они по составу были с преобладанием нафтеновых углеводородов. Они также органическое вещество, вот эти бетумоиды, из которых образуются потом бетумоиды микронефть, а потом нефть, обогащены серой, соединениями серы и повышенное содержание асфальтеновых компонентов. Ну и, значит, во сну также преобладание, как вот здесь сказано, насыщенных циклических структур, да, это нафтеновые углеводороды, поэтому вот эти незрелые нефти, они имеют преимущественно афтеновый состав. Ну и теперь мы с вами переходим уже, значит, рассмотрели эти точки зрения, какие исходные нефти есть, и теперь посмотрим, какие же вторичные изменения нефти и что происходит нефти в разных зонах литогенеза, и начнем мы с вами с гипергенеза. Термин гипергенез предложил Страхов, он называл гипергенез регрессивным этапом литогенеза. Ну, а Николай Брониславович Васаевич, вот, в том же, в той же работе «Типы нефтей» и позже, он подразделил гипергенные процессы на два этапа. Значит, и тот, и другой — это окислительные процессы, но вторичные процессы, которые проходили в анаэробной обстановке, это в основном бактерии работают там, в анаэробной обстановке, но в какой-то степени какие-то химические факторы могут быть. Назвал криптогипергенезом, а зону, в которой окислительные процессы, аэробная зона, он назвал идиогипергенезом, вот, и там происходит аэробное окисление в основном в условиях доступа свободного воздуха, да, в который входит кислород, и здесь условия аэробные. Значит, анаэробная зона называется криптогипергенез, а зона, где преобладает кислородное окисление, называется идиогипергенез. Ну и самой собой процессы и зоны, они называются одинаково. Значит, зона криптогипергенеза, зона идиогипергенеза, процессы криптогипергенеза и процессы идиогипергенеза. Ну, и теперь посмотрим, значит, какие же факторы участвуют в этих подзонах, в этой зоне гипергенеза. Ну, в основном, это, конечно, атмосферный воздух, и надеюсь, что вы состав атмосферного воздуха помните. Значит, ну, кто может мне сказать состав атмосферного воздуха? Значит, азота сколько? 78, кислорода сколько? А на третьем месте кто? А углекислый газ? Какой газ на третьем месте? Нет, не углекислый газ. Аргон. Аргон на третьем месте, а углекислый газ уже количество, там, три сотых процента. Вот. И, значит, воды, да, поскольку есть пластовые воды, грунтовые воды, которые обогащены кислородом как раз, и, конечно, те микроорганизмы, которые живут в этих водах, бактерии в основном, ну, какие-то есть и дрожжи и грибы, но в основном это бактерии. И по вот преобладанию этих агентов выделяются разные типы. Муратов назвал эти типы, типы выветривания нефти, потому что те процессы, которые происходят на поверхности земли и которые мы называем выветривание пород, да, они те же аналогичны, но соотношение несколько другое этих факторов. Ну и вот это выветривание, типы выветривания — это физическое, химическое и микробиологическое. К химическому выветриванию относятся процессы дегазации, да, выделения из нефти газов, да, при смене давления, при снижении давления газ, который растворя, растворен в нефти, он испаряется. Это мы с вами тоже рассматривали. Вот, дальше испарение легких фракций. Значит, жидкие углеводороды с какого у нас начинаются? Первый жидкий углеводород. С5, да, изопентан первый по температуре кипения, потом нормальный пентан и так далее. И вот эти легкие углеводороды, которые входят в легкие фракции, которые мы называем бензиновые фракции, да, вот те, которые при начальной температуре до 60, до 95 градусов и так далее, до 200, это все бензиновые фракции, то здесь тоже при изменении давления, при уменьшении давления происходит испарение этих фракций. Ну и третий фактор — это вымывание водой, вымывание водой. Ну, сейчас немножко подробнее рассмотрим эти факторы. Ну, химическое выветривание — это в основном окисление, да, у нас углеводороды окисляются до смол, потом смолы конденсируются в асфальтене, вот, и поэтому уже вот в окисленных нефтя под воздействием этого химического или участие в этом химическом окислении углеводородная часть нефти снижается, повышается содержание смолисто-асфальтеновых компонентов со счет вот перехода сначала углеводорода в смолы, а потом сволы конденсируются в асфальтен. Ну, а и последнее — это микробиальное, да, это окисление является как бы аналогом по результатам, но осуществляется с помощью микроорганизмов, которые живут в воде, потому что микроорганизмы существовать без воды не могут, значит, вот в этих пластовых водах, которые контактируют с нефтью, должны находиться микроорганизмы. Мы с вами тоже потом рассмотрим более подробно это — физическое, химическое и микробиологическое выветривание. И в физическое выветривание входит также вымывание водой, да, но мы когда с вами рассматривали миграцию, да, вспоминаете, что предполагалось, что нефть — первичная миграция и вторичная миграция — может мигрировать в водорастворенном состоянии. Но мы с вами доказали, что по растворимости в воде углеводороды плохо растворяются в воде. Лучше всего ароматические углеводороды, среди них — бензол, да, а остальные углеводороды растворяются очень плохо. И только вот при температуре 125 градусов начинается увеличение растворимости различных углеводородов. Ну, как вот здесь сказано, что в зоне гипергенеза таких температур нет, и, скорее всего, растворение в воде — это не самый важный фактор изменения состава нефти в гипергенезе. Это может происходить на контакте, на водонефтяном контакте. Если у нас вот водонефтяной контакт и относительно молодое формирование залежи, то там будет эмульсия нефти с водой, и тогда вот там еще какие-то вот эти процессы могут проходить, еще если там активная гидродинамика, то есть вода проходит под напором, тогда какая-то часть углеводородов, в основном вот эти ароматические углеводороды, могут растворяться в воде. И естественно, что смолы асфальтены еще хуже растворяются в воде, поэтому будет при этих процессах происходить тоже накопление, относительное накопление смолы асфальтена, тоже приводит к таким же результатам. Ну и в результате всех этих процессов дегазации, испарения легких фракций, вымывания водой происходит увеличение плотности нефти, которые мы часто и наблюдаем в залежах. Но, значит, исследователи химики не отрицали и химическое окисление, да, и вот как раз Карцев и Бестужев, он российский тоже исследователь, который в 20-е годы уехал во Францию, и там остался, и, в общем, там вся его научная деятельность проходила. Но он писал статьи с российскими исследователями, и вот по мнению Карцева и Бестужева, что происходит и истинное окисление, химическое окисление, и в процессе, вот как я сказала, циклизации, да, мы с вами проходили эти реакции, вспоминаете, наверное, и дегидрогенизации, что эти процессы могут проходить в залеже и изменять состав нефти. Ну, что окисленные углеводороды, да, конденсируются, сначала углеводороды окисляются, да, смол, да, потом смолы конденсируются в асфальтены, и таким образом тоже происходит увеличение смолисто-асфальтенов компонентов и увеличение плотности нефти. Ну, и, значит, реакции, абиогенные реакции, они по исходным веществам аналогичны биогенным, поэтому мы с вами более подробно рассмотрим биохимическое окисление нефти или так называемую биодеградацию, да, биохимическое выветривание или биодеградация. И само название биологическое, что это окисление происходит с участием бактерий, да, в основном в пластовых водах, да, там, где есть кислород, присутствуют аэробные и анаэробные бактерии, а там, где кислород отсутствует, растворенный кислород, то там только анаэробные бактерии и работают, и живут. Ну, основные виды бактерий аэробные — это углеводороды окисляющие, само название, что они окисляют углеводороды в своем метаболизме. И среди анаэробных — это группы бродильные бактерии, метаногенерирующие бактерии, сульфатредуцирующие бактерии, и некоторые виды сернистых бактерий, и некоторые виды дрожжей и грибов. Для того, чтобы проходил аэробный процесс биодеградации, необходимо в залеже условия метаболизма этих бактерий. Здесь перечислены, какие граничные пределы этих условий, что температура не должна быть выше 86 градусов, от 24 до 86 градусов. Это средние по различным исследованиям, обобщенные. Давление не выше 100 атмосфер, то есть на больших глубинах происходить этот метаболизм не будет. Незначительная минимализация воды, всего, видите, от 100 до 150 грамм на литр. Также pH среди от 6 до 8, гидродинамика активная, то есть воды должны перемещаться. И также условие, что эти воды не должны содержать сероводород, потому что сероводород отравляет аэробные организмы, и этот процесс активно не идет. В разных существует много видов бактерий, из этих видов много родов бактерий. Сообщество бактерий, обязательно не один какой-то вид бактерий работает, а сообщество, так называемые штаммы бактерий, которые были выделены из разных пластовых вод, законтурных вод месторождений. И также исследователи отмечают, что в зависимости от количества и качества этих углеводородов, которые находятся на границе воды и нефти, бактерий, которые живут внутри нефтяной оторочки или в нефтяной залежи, в тех пузыряках воздуха аэробных, которые как раз на границе такие аэробные условия существуют. Здесь показаны некоторые бактерии, которые были выделены из нагнетательной скважины Таллицкого месторождения. Это месторождение находится на Красноленинском своде западно-сибирского нефтегазоносного бассейна. И посмотрите, какое большое разнообразие. То есть здесь и аэробные бактерии, в основном аэробные — это углеводороды, окисляющие бактерии, метаноокисляющие бактерии тоже к аэробным относятся. И вместе с ними живут и анаэробные бактерии. Это не значит, что в зоне идиогиперкинеза у нас могут жить и метаболировать только аэробные бактерии. Здесь работают и анаэробные бактерии. Но большее количество и более активны, конечно, те организмы, которые используют кислород для окисления углеводородов, кислород, растворенный в этих водах. Ну и вот здесь видите такие красивые картинки, которые, как я говорила, тема биодеградации нефти. У вас никто не выбрал эту тему, хотя тема очень интересная. И из разные годы писали эти работы. И вот я, как всегда делаю, что я вспоминаю своих курсовиков, которые писали эти работы, и привожу из их презентации отдельные моменты. И вот здесь как раз перечислены, конечно, запомнить, хотя бы запомнить, что углеводородоокисляющие бактерии, а какие там роды или рода, как правильно, совсем не обязательно. Значит, аэробные — это в основном углеводородоокисляющие бактерии. Они живут обязательно, должен присутствовать кислород. Но вместе с ними могут также метаболировать и анаэробные бактерии. И среди них самыми распространенными являются металлогенерирующие бактерии, сульфат-редуцирующие бактерии и бродильные бактерии, которые эти метаногенерирующие, сульфат-редуцирующие и углеводородоокисляющие окисляют. А эти бактерии самые простейшие, одни из первичных бактерий, которые у нас появились на нашей планете. Они пользуются брожением, то есть изменение и, как бы сказать, метаболизм, поддерживаясь и обмен веществ этих бактерий, он происходит в результате брожения. Ну, тоже вот здесь вот, чтобы вы посмотрели это под микроскопом, как выглядят эти бактерии, одноклеточные организмы. И какие углеводородоокисляющие бактерии, вы видите, что здесь газообразные С2+, этан, пропан, бутан, да. И также жидкие углеводороды они окисляют. Ну, вот как они выглядят на этой схеме, можно посмотреть. Значит, ну, это тоже те же аэробные организмы. И, как здесь сказано, что от 30 родов и 100 видов бактерий, грибов, дрожжей входят вот разные классы. Значит, мы перечислили, что они могут окислять, как газообразные углеводороды, то есть в газовую часть залежи, да, флюида, газовую часть флюида, тоже могут окислять эти углеводородоокисляющие бактерии. Ну, и здесь тоже приведены различные, как они под микроскопом выглядят, да. Вот это вот все углеводородоокисляющие бактерии. Но в зоне криптогипергенеза, когда уже у нас в водах нет кислорода растворенного, это уже криптогипергенная зона, то у нас здесь работают уже бактерии, анаэробные бактерии и основными, вот здесь они перечислены, это бродильные бактерии, это сульфатредуцирующие и это метаногенерирующие бактерии. Это вот три основных вид бактерий, которые участвуют в криптогипергенной зоне. Ну, тут тоже из другой курсовой работы, значит, приведены фотографии этих организмов, этих бактерий. Начинается биодеградация с деятельности как раз вот углеводородоокисляющих бактерий, потому что все остальные бактерии, которые уже, они анаэробные бактерии, они уже не окисляют не углеводороды, а включают в свой метаболизм уже продукты метаболизма углеводородоокисляющих бактерий. И вот такими анаэробами являются бродильные бактерии, как я сказала, что они, это прокариоты, это другое название бактерий прокариоты, объединяющие способами получения энергии, да, то есть они изменяют, то есть включают в метаболизм углеводород соединения, которые образуются в процессе окисления исходных молекул углеводородов аэробными углеводородоокисляющими бактериями. Ну и вот тут видите, что они были обнаружены в залежах, в пластовых водах при температуре от 20 до 92 градусов на больших глубинах, 2100 метров, то есть они распространены в более таких жестких условиях, они, значит, используют, потребляют органические соединения без использования молекулярного кислорода, нитратов, сульфатов, то есть они как бы сбраживают вот эти кислородные соединения, которые получаются в результате, вот здесь они перечислены, органические кислоты, спирты, ацетон и даже некоторые газы. Они широко распространены, да, обнаружены во многих нефтяных пластах, в нефтяных месторождениях, где эти процессы идут, но они обязательно должны, они не окисляют углеводороды. Первая стадия в их должна быть обязательно углеводородоокисляющими бактериями, да, которые в результате окисления получаются кислородные соединения, но те же кислоты, те же спирты, но другой молекулярной массы. Ну и вот здесь как раз очень так хорошо показано тоже из одной из курсовых работ, что происходит. Значит, вот эта вот капля нефти, здесь показано, что здесь действуют углеводородоокисляющие бактерии, и их метаболизм является первым звеном биодеградации. Первым звеном биодеградации. Эти бактерии как бы разрушают, окисляют углеводороды и образуются вот кислородные соединения, которые здесь перечислены. Ацетат, кетоны, фенолы, спирты, жирные кислоты. И, значит, здесь написана реакция, значит, вот это у нас этан, да, он окисляется до кислородного соединения с выделением с водорода. И потом уже это это кислородное соединение другими бактериями преобразуется в следующий этап. Окисление происходит уже не углеводородов, а вот этих вот кислородных соединений. То есть уже анаэробные бактерии, они окисляют не углеводороды, понимаете, а окисляют вот эти вот соединения, которые образуются при окислении углеводородов углеводородокисляющими бактериями. Понятно это, да, как процесс? Ну и следующий вот этап. Значит, здесь уже вот на эти кислородные соединения уже включает в метаболизм бродильные бактерии. Вот здесь написано, анаэробные бродильные бактерии, и что при этом они употребляют? Они употребляют продукты, продукты метаболизма углеводородокисляющей бактерии. Вот здесь они перечислены снова, да, ацетат, кетоны, фенолы, спирты, жирные кислоты. Вот эти вот бродильные бактерии включает их свой метаболизм, в результате происходит окисление до кислорода, до углекислого газа и водорода, и образуются более низкомолекулярные тоже кислородные соединения, да, тоже кислородные соединения, которые потом могут уже включаться в метаболизм следующих анаэробных бактерий. Вот это понятно? И вот как раз здесь показан процесс преобразования. Значит, вот это углеводороды, на них действуют углеводороды окисляющие бактерии, идут вот эти реакции, да, окисление жидких углеводородов. Дальше у нас здесь образуется вот этот спирт, да, который потом реагирует с метаном, да, если метан находится в шапке, в газовой шапке залежи или растворенной в этой нефти, вот таким образом идет окисление до СО2. Значит, из этих углеводородов образуются вот здесь перечисленные кислородные соединения, значит, карбоновые кислоты, значит, какая группа карбоновых кислот, кислородные функциональные группы? СООН. Да, дальше альдегиды, кетоны. Здесь у нас какая группа? Как называется кислородная функциональная группа? Кетонов, ацетонов, альдегидов? СОО. Так ведь, да? Как она? Да, карбонильная. Ну и вот эти вот уже, вот эти вот кислородные соединения употребляют бродильные бактерии, продолжается процесс окисления, значит, и образуется более низкомолекулярные жирные кислоты, лактат, ацетат, тоже водород и СО2. И они следуют в следующую цепочку и окисляются уже другими бактериями, вот, например, сурфатредуцирующими бактериями. Это тоже анаэробные бактерии. Они, вот как здесь написано, одна из наиболее часто встречающихся логических групп микроорганизмов в нефтяных залежах. И что вот происходит в процессе жизнедеятельности? У нас органическое вещество окисляется, да, а те сульфаты, которые есть в пластовых водах, и без них бы не было этой сульфатредукции. Сульфатредуцирующие бактерии не работали бы. Они восстанавливают сульфаты до сульфидов, да, и первым является сероводород. То есть в результате сульфатредукции идет окисление вот тех кислородных соединений, которые образовались в процессе жизнедеятельности углеводородоокисляющих бактерий, бродильных бактерий. И дальше идет процесс вот этих сульфатредуцирующих бактерий, которые вот, они источником для энергии, да, источником для метаболизма, для обмена веществ, источником углерода, является как раз вот эти органические кислоты, спирты, которые образуются вот в процессе метаболизма углеводородоокисляющих бактерий, бродильных бактерий, да, и тоже они могут окислять до конечного продукта, до СО2, могут тоже и как-то изменять. Но вот не так давно были обнаружены сульфатредуцирующие бактерии, которые включают в свой метаболизм углеводороды. Раньше считалось, что они только кислородные соединения у них, они могут окислять. Оказывается, вот разные виды бактерий, значит, вот есть термофильные штаммы бактерий, это те же те организмы, которые живут при повышенных температурах, да, вот тут написано, видите, до 100 градусов даже где-то, вот до 100 градусов даже возможны температуры быть. И мизофильные, это средние температуры, то есть это, наверное, где-то 50-60, может 70 градусов, значит, они используют разные углеводороды, значит, им не обязательно кислородные соединения, они работают. Но это вот в глубоких горизонтах, где повышенные температуры, такие сульфатредуцирующие бактерии могут жить. Но вот эти деятельности, это сульфатредуцирующих бактерий, она приводит к осернению нефти. Но только в том случае, когда эта нефть, где в нефти будет растворен сероводород, попадает в аэробные условия и происходит другими видами бактерий окисление сероводорода до серы. И тогда этот серы растворяется в углеводородах этой нефти, которые еще остались в составе этой нефти, и тогда повышается содержание серы. То есть сульфатредуцирующий бактерий приводит к осернению нефти, но только в том случае, когда эта нефть попала в условия аэробные, где живут уже другие серные бактерии, что ли. Естественно, вы должны представлять, что вот эти бактерии не то, что нефть должна поменять условия, а эти виды бактерий, они работают вместе, сообществом, штаммы. Вот углеводородоокисляющие бактерии подготовили кислородное соединение для следующей группы, те включаются в метаболизм и так далее. И вот завершающим этапом биотградации являются вот эти метаны, генерирующие бактерии, которые тоже работают на тех же органических кислотах, кислородных соединениях, и то, что образуется в результате метаболизма других видов, в данном случае сульфатредуцирующих бактерий. Ну вот здесь как раз показаны эти реакции, как образуется сероводород. Вот это карбоновые кислоты с водой и так далее. И в конечном итоге вот этот водород, который образуется в результате этих реакций, он участвует в восстановлении сульфатов до сульфидов. И вот образуется сероводород. И эти сульфатредуцирующие бактерии, они работают как в пределах залежи, вот в пластовых водах, да, и метаболируют, используют органические соединения предыдущих видов бактерий. Так они и работают и в седиментогенезе, в диагенезе. Там тоже может идти преобразование, но уже не соединение нефти, а органического вещества. В органическом веществе у нас кислородные соединения присутствуют, и жирные кислоты, и спирты, и так далее. И тоже образуется сероводород, который является как бы, если большие концентрации, то он препятствует дальнейшим процессам окисления этого органического вещества. Но здесь роль несколько другая. Дальнейший процесс, следующие метаногенирующие бактерии включают, как я говорила, эти образующиеся компоненты, и в конечном итоге в результате органическое вещество преобразуются и до конечных продуктов окисления. Возвращаясь опять вот в этой схеме, как происходит. Значит, здесь сульфат редуцирующей бактерии, сульфат восстанавливающей бактерии, их по-другому называют. Здесь вот они как раз указаны, что они действуют, используют вот эти вот кислородные соединения, и в результате образуется сероводород, который могут использовать другие бактерии, окисляя этот сероводород до серы, и эта сера может растворяться в составе нефти. Ну и конечным продуктом является вот эта сера, которая образуется при окислении и водород. Значит, вот такой процесс. Ну, метаногенирующие бактерии, я уже вам сказала, что они завершают анаэробное окисление органического вещества. Они также тоже могут участвовать и не только в залежах углеводородных флюидов, но также и на поверхности. Метаногенирующие бактерии тоже метаногенирующие бактерии, болотный метан генирует, но там тоже анаэробные условия. Так что тоже как и сероводород, продуцируется в разных условиях. Ну и вот здесь вот это тоже интересный момент, что эти микроорганизмы метаногенирующие, они могут и находиться и в желудке жвачных, и даже, возможно, и в наших желудках в какой-то степени. Может быть, эти метаногенирующие бактерии даже считается, что вот этот метан, который образуется в желудках жвачных животных, вы понимаете, кто это такие? Ну, коровы, овцы и прочие животные, этот метан как раз и поступает в состав воздуха. Вот воздушный метан, он в большей части не загрязнение метаном, который поступает из недр земли, а вот за счет этих. Но эта точка зрения, доказана она может и на 100%, но есть такая точка зрения, что загрязнение атмосферы происходит не только при окислении или при поступлении этих компонентов в состав воздуха, но и при жизнедеятельности этих организмов. Ну, и также, как и для работы других анаэробных бактерий, нужна для метаногенерирующих первая ступень, то есть должны сначала работать углеводородокисляющие, получающие в результате чего образуются различные кислородные соединения, и вот этот уже кислород этих кислородных соединениях и участвует в этих метаболических процессах. Ну, в основном это мизофильные бактерии. Вот Леня сказал, какие температуры мизофильные. Повтори, пожалуйста. 10-47. 10-47. Считается, что это условия мизофильные. А термофильные, значит, ну, в зале же где-то это может быть 80, но есть такие бактерии, которые живут и при 105-110 градусах. Вот их недавно обнаружили, но не так недавно, в черных курильщиков, в их гидротурмальных вод, там они присутствуют при более высоких температурах, работают. Ну, и вот здесь написано, какой PH среды должен быть для работы этих, для жизнедеятельности этих бактерий. И среди них есть галофильные бактерии, которые живут в условиях повышенной солености в водоемах, но тоже в анаэробных условиях. Ну, и, конечно, вот если использовать эту Игоря, Игорь Потрошков, использовать его схему, которую он нарисовал, то здесь последовательно, значит, сначала у глюкдородоокисляющей бактерии образуются кислородные бактерии, потом здесь бродильные, более низкомолекулярные кислородные соединения, на них работает сульфат-редуцирующие, и в конечном итоге образуется и завершающим здесь процессом выделение метана. Так, ну, и как бы выводы из этого, из этой сведений, которые я вам сообщила, значит, что основными бактериями, виды бактерий, которые участвуют в биодеградации нефти, в залеже, вы тоже должны запомнить, что биодеградация проходит только в залеже, вот то, что бактерии участвуют при образовании органического вещества, да, в условиях седиментогенеза, диагенеза, это не называется биодеградацией, значит, биодеградация идет в залеже, когда у нас концентрированные, вот это углеводородосодержащие углеводородный флюид, значит, какие бактерии начинают процесс, обязательно углеводородокисляющие бактерии, разнообразные виды их обнаружены, потом, значит, бродильные, сульфатредуцирующие, метаногенерирующие, тоже много родов, я вам показывала, такие к ним относятся, они уже анаэробы, ну, они живут в совместных сообществах, эти бактерии, не то, что сначала работают углеводородокисляющие, потом залежь опускается в условии криптогенеза, это не так, потому что анаэробные бактерии метаболируют и в аэробной среде, вот это вы должны запомнить, а то иногда спрашивающие начинают такие ошибки, вот, ну, сульфатредуцирующие бактерии выделяют сероводород, да, и вот отмечают, что если эти залежи находятся в карбонатных коллекторах, да, то в процессе метаболизма выделяется побочный продукт кальцит, который ухудшает коллекторские свойства этих карбонатов, поэтому это тоже отрицательное действие вот этой биодеградации этим сероводородно-окисляющими бактериями. Ну, и в результате, если так в общем обобщить, как меняются состав и свойства в залежи, в процессе этого разной стадии биодеградации, что вот уменьшается содержание углеводородных газов, С2+, ну, иногда и метана, жидких, алкановых, ароматических углеводородов и уменьшается объем газовых шапок. Значит, это вот результат этой биодеградации. И также увеличивается содержание серы, но это в том случае, если залеж попадает в аэробные условия. НЕФ становится вязкой, тяжелой, и поскольку у нас процесс выветривания никогда не рассматривается как действие одного фактора, который мы перечислили, то вот эти в одних случаях преобладает один фактор, в другом случае другой, третий, четвертый. Так что биодеградация тоже не обособляется как единичный процесс, и вот что приводит в результате этого гипергенного процесса, как изменяется нефть. Ну, теперь посмотрим, как меняется молекулярный состав нефти, потому что степень биодеградации часто фиксирует по изменению молекулярного состава, а не по физическим свойствам. Ну, и вот в 73-м году был поставлен эксперимент Джобсоном и Роджерсом, которые из загрязненной нефтью почвы, где-то у скважины какой-то, скорее всего, нефтяной, выделили мизофильные бактерии и сделали им ровные условия и посмотрели, как меняется в процессе длительности воздействия этих бактерий нефть. И вот здесь показано, это исходная нефть, вы видите, что здесь у нас преобладает нормальная алкан, но присутствует и изоприноидная. Через три дня количество нормальных алканов уменьшилось, но изоприноиды остались в том же количестве. Через четыре дня еще больше изменилось состав нормальных алканов, уменьшилось, но рестан и фитана еще присутствуют. Пять дней мы видим, что практически со средней длиной цепи нормальной алканы исчезли, остались только длинноцепочные, и уменьшилось количество фитана и престана. И здесь мы видим, что практически уже нормальных нет, но еще и изоприноиды присутствуют. А вот через 21 день мы с вами видим, что на хроматограмме средней фракции, где вначале были и нормальные алканы, и изоприноиды, у нас здесь мы видим вот этот горб, как называется, нафтеновый горб, что все эти углеводороды были окислены, скорее всего, не до СО2, а до вот этих кислородных соединений. И, значит, ну, а на этой хроматограмме видно, что это начальная стадия биодеградации, когда у нас вот нормальных алканов, вы видите, здесь они еще присутствуют, а вот фитана и престан с повышенной содержанием, больше, чем нормальных. А вот бензиновые фракции, они не изменяются, значит, что бактерии, те виды углеводородокисляющих бактерий, они предпочтительно окисляют, включая этот метаборизм, более длинноцепочные компоненты, чем углеводороды бензиновой фракции. Ну, тоже на основании вот этого, это опытов, которые были поставлены, и статистической обработкой большого количества материала по составу средних фракций нефтей. Мы с вами в прошлом году у нас была задача, помните, вспоминаете, вы обсчитывали хроматограммы эти, и у кого-то они были различные, у кого-то такая, у кого-то такая была, ну, везде нормальные алканы присутствовали. И вот Александр Александрович Петров в 79-м году, ну, или в 78-м, точно не помню, может, здесь ошибка. Вот, он создал вещественно-генетическую классификацию, которую мы тоже с вами рассматривали в прошлом году, значит, где он сторонник, как вы, как уже на первой части я вам рассказывала, что первичная нефть, она преимущественно метанового состава, что нафтеновые нефти окисляются, он предложил такую классификацию и выделил четыре типы нефтей по соотношению нормальных алканов средней фракции, не бензиновой, а средней фракции, где-то с С12 по С30, вот, с 6-го здесь нормального алкана, и изоприноидов от С13, ну, где-то С11, 12-го нефти нету, значит, и соотношению концентрации нормальных алканов и изоприноидов. И выделил четыре типа, значит, здесь у нас преобладают нормальные алканы, здесь мы видим уже изоприноиды преобладают, нормальные исчезли, здесь уже нормальных практически в этой части нету, одни изоприноиды, и последняя вот такая нефть, в которой ни тех, ни других в больших концентрациях не присутствует. И он назвал эти, значит, две категории А, категория Б. И, значит, если вещественное у нас в этой классификации соотношение нормальных алканов и изоприноидов, то генетическая часть этой классификации процесс биодеградации. Исходная нефть, частичная биодеградация, еще более степень биодеградации и более, ну, не полностью биодеградированная, но самая из этих нефтебиодеградированная. Значит, здесь вот эти типы описаны, они есть и в учебнике, так что это можно посмотреть, если кто будет использоваться. Ну, в свое время я изучала нефть Западной Сибири, Северо-Западной Сибири, и месторождение Новопортовское, оно находится в южной части Ямала, и там многопластовое месторождение, и вот по соотношению тоже нормальных алканов и соотношению по цикличности нафтеновых углеводородов вот выделились такие нефти, что вот самые глубокие — это А1, чуть ближе, когда вот здесь уже мы видим с вами, что начался процесс биодеградации, и здесь у нас преобладают уже нафтен, изоприноидные А2 и конечные, вот на глубине уже тысячи метров, вот такой горб, где у нас нет ни нормальных, ни изоприноидов, и изменилось соотношение вот этих нафтеновых углеводородов по цикличности. Значит, вот объясняется это процессом биодеградации. Значит, вот когда вы будете конкретно рассматривать какое-то месторождение, это один из приемов описания истории геохимического формирования состава нефти. Так что вот у нас есть прибор, но, к сожалению, вот наша лаборатория сейчас не работает, но есть в 2602, да, Ирина Инверовна там работает, там можно сделать эту хроматографию, и есть ХМС там, на Ломоносском портле. Значит, про пластовые условия я уже вам говорила, какие в среднем изменения температуры. Ну, в данном случае от 20 до 80. Разные исследователи считают, что нижней границей распространения бактерий различные. Значит, одни до 65 опускают, другие до 70. Ну, вот 65-80, возможно, такой средний, нижний предел температуры. Ну, и тоже я вам уже говорила, что когда исследовались черные курильщики, да, представляете, где находятся черные в Атлантическом океане, то там были обнаружены бактерии в придонной части, где распространены эти курильщики. Это гидротермальные воды, поэтому температура, которой вот эти гидротермальные воды выходят до 250 градусов, и тогда вот одни исследователи предположили, что здесь живут термофильные бактерии, которые могут жить при такой высокой температуре. Ну, это, конечно, сразу было критически опровергнуто, поскольку и белки, и другие компоненты живого вещества такой температуры не выдержат. Поэтому вот 110 градусов – это критическое нижнее значение температуры. Ну, и вот архибактерии термоустойчивые были обнаружены. Тут даже рот этих бактерий, 105 градусов они живут. Значит, следующее условие – это наличие кислорода, значит, 8 миллиграмм на литр в среднем должно быть, и отсутствие сероводорода, который отравляет работу этих углеводородоокисляющих бактерий. Ну, а это, опять же, какой-то пример, как вы можете делать слайды для своих курсовых. Я вам говорила, что 5 апреля у вас будет защита, так что уже должно быть все готово. Ну, и как пример биодеградированных негтей я привожу месторождение русское, западной Сибири. Значит, здесь представлены хроматограммы. Видите, это какой тип у нас? Какой тип нефти? Б-1, да? Биодеградированные относительно высокой степени, то есть уже и нормальные алканы, и изоприноиды. Ну, это структура, локальное поднятие этого месторождения. И вы видите, что здесь одно из немногих месторождений Западной Сибири, где у нас разломная тектоника. Посмотрите, как разбита структура. Ну, а это в плане мы видим, что здесь вот нефтяная оторочка, газовая часть, и по описанию амплитуды разлома до 250 метров отмечена. Потом смотрим, какие условия, что если предположим, что это биодеградированная нефть, что здесь минерализация низкая, всего 9-10 миллиграмм грамм на литр. Здесь у нас состав хлоркальцевый, почти отсутствуют сульфаты, газ метановый и пластовая температура всего около 20 градусов. Глубина, как вы здесь видите, здесь, правда, не очень хорошо видно, но до 1000 метров где-то, да, 900 где-то, вот нефтяной контакт, там где-то около, чуть больше 900 метров. Значит, 20 градусов на глубине километра. Почему, как вы думаете, почему такая низкая температура? Геотермический градиент, градиент в Западной Сибири около 3-х, 2,7, что-то 2,5, 2,7. Почему? Вот, находится на севере, Западной Сибири, да. Мерзлота вечная? Да, вечная мерзлота. Вот на температуру повлияла вечная мерзлота. То есть условия для биодеградации, температурной, тоже благоприятные. Поэтому считается, что эти нефти биодеградированы. Но биодеградация, она бывает разной степени. И вот исследователи Петерса Молдован, они предложили такой график, по которому можно определить степень биодеградации. Вот здесь указано, да, слабая, средняя, высокая, очень высокая и наивысшая. И под номерами, вот от слабая от 1 до 10. И здесь указано, какие последовательно углеводороды окисляют углеводороды, окисляющие бактерии. Значит, и вот здесь показано, что если слабая, то это легкие, ну, средние фракции, это с С10 и выше до где-то С20, наверное, что они подвержены биодеградации, значит, больше, чем те же нормальные алканы, более высокомолекулярные. Следующие уже включаются в метаболизм пристан и фитан. Дальше, стираны, дальше, когда присутствует 25 норгопан. Ну, потом вспомните, что такое 25 норгопан, почему он здесь обыгрывается в биодеградации. Ну, и хуже всего, значит, в первую очередь бактерии выбирают биоструктуры, да, вспоминаете же такое биоструктуры, да, конфигурация водородов, различных асимметрических атомов, должна быть определенной. Значит, для стиранов это альфа-альфа-альфа, для гопанов это бета-бета, для холестанов это тоже бета-бета. Вот, и хуже всего не биологические структуры, то есть не те, которые есть, структуры исходных молекул, а те, которые образуются уже в результате нефтеобразования. Это диастераны, да, вспоминаете, что такое диастераны, и также ароматические углеводороды, которые тоже образуются в процессе нефтеобразования. В живом веществе у нас ароматических углеводородов и ароматических кислот и других кислородных соединений нету, поэтому они не считаются биологическими структурами. Чуть позже, уже в 2000 году, другие исследователи тоже разобрали по полочкам, разложили эти углеводороды, которые включаются последовательно в нету болезни. Ну, первое совпадает с тем графиком, который вы только что видели, но они включили сюда еще не только нормальные алканы, изоприноиды, но и углеводороды другого строения, вот алкил-циклические соединения, ароматические, инофтеновые и так далее. И они предложили уже 10 тоже степеней биодеградации, последовательно как увеличивается степень биодеградации, и критерием для этого являются как раз те углеводороды, которые есть в составе нефти. Ну, когда разрабатывалась вот та классификация, тогда, может, еще хроматомаспектрометрия особо не использовалась для идентификации этих или других углеводородов. А вот уже в 2000 году, может, у нас и не было еще хроматомаспектрометрии, но в нашей лаборатории тоже не было. Но уже когда появились эти приборы, то тогда стали и выделять и диостираны, и трициклические терпаны и так далее. Мы с вами это тоже рассматривали и в начале этого года, в первом семестре. Ну, а здесь тоже такая более наглядная иллюстрация последовательности процесса биодеградации. Значит, первая степень – это нормальные алканы. Здесь я вот изобразила структуру нормальных алканов. Дальше идут регулярные изоприноиды. Вспоминайте, что такое регулярные изоприноиды. Ну, вот здесь как раз изображен брестан. Регулярный изоприноид. Значит, когда у нас отсутствуют вот эти вот на 90% C5-C35 нормальные алканы, то это рассматривается как слабая степень. Потом бактерии приспосабливаются, поскольку бактерии и углеводороды, окисляющие бактерии, тоже, если кончаются одни углеводороды, они приспосабливаются на другие углеводороды. Это есть такое, изучили, что такое приспособление метаболизма разных бактерий существует в природе. Дальше идут стираны. Вспоминайте, что такое стираны. Значит, и тогда у нас уже сильная степень. Потом у нас начинают они употреблять, и начиная вот с этих радикалов, гапаны. Если уже эти биогапаны меньше становятся, очень сильные. А потом уже это не биологические структуры. Вот это диастиран. Здесь чем отличается от стирана? Вот положением этих двух радикалов. Вот такая структура есть в живом веществе, а такой структуры нет в живом веществе. А это уже в процессе изомеризации, в процессе нефтеобразования такие структуры образуются. И они уже не включаются в последнюю очередь метаболизм бактерий. Если вы помните, я вам тоже говорила, правда здесь не указано, есть еще оптические замеры, которые различны ориентацией вот этого водорода, при этом длинным. Р и С. Поминайте такое? Поминайте? Вряд ли. Это работы 2005 года уже. Здесь разные месторождения. И указаны изменения. Те же средние фракции и бензиновые фракции. Небиодеградированная нефть, как вот в том новопортовском месторождении. Дальше идет незначительно биодеградированная. Вот видите, повышается содержание изоприноидов. Здесь они маленькие, а здесь их концентрацию увеличивают. Потом незначительно биодеградированные. У нас нормальных алканов тоже становится меньше. Выскакивают вот здесь концентрации пристана, фитана. Потом идет легкая биодеградация, потом умеренная. И в конечном итоге вот большая степень биодеградации, когда у нас уже в этой области нету ни нормальных, ни изоприноидов. Ну и здесь показано, что вот плотность вот этой нефти 36,1 градуса нефтяного института и самая биодеградированная нефть уже 21,4 градуса. То есть как изменилась плотность вот от этой нефти вот к этой нефти. Это тоже относительно более позднее. И здесь очень удобно пользоваться этой схемой последовательной биодеградации нефти в зале по биомаркерам. То есть это одно из направлений использования биомаркеров. Мы можем фиксировать степень биодеградации. Вот как здесь указано, что вот точечками показано, где пунктиром показывает, когда углеводороды разных классов сначала изменяются, затем существенно уменьшается вот этот вот серый цвет. И потом, когда уже полностью удалены, то черным. Значит, здесь вот полностью удалены уже этан, здесь уже полностью удалены пентан и так далее. И вот этот 25-норгопан здесь изображен. Отличается тем, что здесь нет двух радикалов, метильных радикалов, которые бактерии, когда начинают уничтожать анаптиновые глядороды, все начинается с радикалов, с лифатической части. Ну, это я просто привела вам, что вот по этим по этой классификации, которую только что я посмотрела, здесь эти же авторы 2002-го года Силен Венгер или Венгер, наверное, так правильно читать. Здесь показано, как вот по изменению углеводородного состава здесь у нас фиксируется степень биодеградации. Вот, значит, самые слабые алканы и последовательно, и в конце у нас самая крайняя степень, когда у нас из всех нафтиновых углеводородов остается три циклические, олеанан и гамма-церан. Вот они хуже всего употребляются бактериями в своем метаболизме. Ну, это тоже из этой же классификации показано, как вот эти углеводороды, которые чаще всего фиксируются по хроматам аспектрометрии, фиксируют, на какой стадии биодеградации находятся эти углеводороды. Что, Леня, уже устал? Закончился? Я же смотрю и читаю. Читаешь? Значит, здесь последовательность той же классификации, что и последовательность той же классификации, что и на предыдущей, вот на такой, но более расширенной схеме. Здесь уже конкретно биодеградированный минист русского месторождения. Я уже сегодня о нем говорила, вспоминайте, да, что это Западная Сибирь, что очень сильно нарушенная структура и предполагает как по истории развития, так и по составу нефти, что это нефть биодеградированная. И вот здесь показано, к чему приводит биодеградация по физическим свойствам, да, видите, физические свойства какие, начало кипения этих нефтей 200-250 градусов, 220-250 градусов. Здесь возможно участвовало физическое окисление, то есть физическое выветрие, то есть легкие фракции могли уйти. Ну и асфальтенов и смол не так много, как высоко биодеградированных, и стера тоже присутствует в небольших количествах, твердых парафинов практически нет. И еще вот в этой нефти был обнаружен вот такой углеводород, который называется адамантаном, да, трициклический углеводород, которого нет структуры такой нет в живом веществе, что этот углеводород образуется в процессе нефтеобразования, и бактерии его, естественно, не разрушают. Вот в этой нефти он присутствует в относительно больших концентрациях, вот 0,4 на фракцию и 0,41 на нефть, это большое содержание этого адамантана, скорее всего, он относительно накопился. Так, ну я не слышу, звонок уже, да? Елена Сеаловна, а адамантан, он о чем говорит? Ну, в данном случае, что считается, что он образуется в процессе мягкого термокатализа. Вот такой структуры в живом веществе нету. Если у нас, например, стираны, они образуются из стиролов, да, в живом веществе кислородное соединение, то структуры вот такого кислородного соединения в нефти нету. А если он находится, вот его не везде обнаруживают, но вот здесь был обнаружен, и это объясняется тем, что бактерии съели, так, образно говоря, нормальные алканы, изоприноиды, изменили стираны, изменили гапаны, а адамонтан, он не биологическая структура, поэтому они его не стали есть, да, ну так попросту сказать, и он относительно накопился, поэтому вот это относительно накопление фиксируйте. Ну, все, да. Игорь Негода,